Последний день 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Триумф российских лыжников на дистанции 50 километров. Наши спортсмены занимают весь пьедестал почета. Бронзовая медаль у представителя ЦСКА Ильи Черноусова. Центральный спортивный клуб в армии, я думаю, это как мой второй дом. Я, насколько себя помню, сознательным спортсменом. Я всегда был армейцем, всегда ездил на разные соревнования. В числе армейской команды. И, наверное, именно этот армейский дух помогает мне и на дистанции бороться. И я с гордостью хочу сказать, что я горжусь тем, что я спортсмен ЦСКА. Главное то, что у тебя бронзовая медаль, а этот скромный денежный подарок от нас, от министра обороны. А присвоение очередного воинского званителя старший лейтенант досрочно. За все те подвиги, которые ты совершил на Олимпийских играх. На какие соревнования сейчас? Во время встречи с руководством ЦСКА Илья Черноусов подтвердил, что намерен участвовать в следующей зимней Олимпиаде, которая пройдет в Южной Корее. Он также рассказал об особенностях своей подготовки к будущим стартам и пожелал успеха начинающим лыжникам. Молодым лыжникам или спортсменам просто, я думаю, в первую очередь нужно определиться и поставить перед собой цели, и действительно ли вы хотите добиться этих целей. Для достижения этих целей, в первую очередь, конечно, мотивация, это огромный труд, и никогда не останавливаться, поскольку спорт также невозможен без поражений. И иногда, может быть, хочется сложить руки и бросить заниматься, но, поверьте, этого делать не стоит, поскольку ты никогда не знаешь, насколько далеко ты от своей мечты. Возможно, это всего один сантиметр, возможно, это один шаг, может быть, это год, но если ты двигаешься к своей цели, рано или поздно судьба благодарит каким-нибудь тем или иным результатам. Поэтому я желаю просто всем успехов, здоровья и, я думаю, удачи тоже хочу пожелать. Для того, чтобы как можно больше было таких талантливых и уникальных спортсменов, нам надо думать о будущем. О будущем, это значит, должен развиваться массовый спорт. Первое. Второе. Должны быть конкретно специализированные детские спортивные школы по зимним видам спорта. Такие виды, как спорт, биатлон, лыжи. Мы всегда были первые, и мы должны быть первыми. Поэтому надо развивать зимние виды спорта, и все будет у нас действительно хорошо. Продолжение следует...